Китай продолжает импортировать отечественную продукцию. Из нашей страны на рынок Поднебесной поступают молочные и мясные товары, шоколад, кондитерские изделия и многое другое. За январь-май 2024 закупки рапсового масла из Беларуси превысили 120 миллионов долларов, замороженной говядины 37,7. Сыворотки 16,6 миллионов. Двухнедельное путешествие поезда памяти по 13 городам Беларуси и России завершилось позади более 9 тысяч километров. 200 школьников из восьми стран СНГ посетили места боевой славы, культурно-исторические достопримечательности, крупные предприятия. Главная цель проекта – подружить ребят, дать возможность живого общения, а также наглядно продемонстрировать то, что явилось залогом победы. Руководство города поздравило молодых мам, подаривших жизнь детям в День независимости. Родильный дом посетили председатель Бобруйского горсовета депутатов Ирина Рынийская и представители общественного объединения Беларусь, Ленинского и Первомайского районов. Девушкам вручили памятные подарки. Также в адрес родителей прозвучали искренние слова поддержки и благодарности. 10 июля в Бобруйске пройдет электронная ярмарка вакансий. С 10 до 12 соискателей смогут онлайн ознакомиться с предложенными вариантами, условиями труда, а также направить резюме и получить электронную консультацию. Активно формируется группа по переквалификации населения. В городе требуются водители-погрузчика, троллейбуса и автобуса, повара, кладовщики и другие. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте горисполкома. Республиканский праздник «Александрия. Собирают друзей» посетили более 96 тысяч человек, на 16 тысяч больше, чем в прошлом году. Фестиваль стал местом притяжения для творческих людей и истинных поклонников самобытной славянской культуры со всей Беларуси и из других государств. Главным событием торжества стал галоконцерт «Только тут такие звезды», посвященный мирному небу.